Сегодня мы сделали еще маленький микрошаг в сторону христианской нормы, чтобы мы все одними устами, одним сердцем читали Божие Слово. Это великая кофизма. Смотрите, в еврейском алфавите 22 буквы. Есть такие молитвы, псалмы составленные, где, например, мы поем в конце литургии «Благословлю Господа на всякое время, в ину, то есть хвала Его всегда, хвала Его в устьях моих». Это псалом 33. Он составлен таким образом, что каждая следующая строчка в еврейском языке начинается со следующей в еврейском алфавите буквы. Соответственно, евреям его легко учить, потому что там А, Б, В, Г по-нашему, а там Алиф, Бет, Гимель, Далет, значит, и так далее. Они его так заучивают. И когда, смотрите, когда от первой буквы Алиф до последней буквы Тау по-еврейски написан некий законченный текст, этот текст заходит в Священное Писание, считается, справедливо считается, что внутри этого текста есть все необходимое для спасения. потому что Господь наш Иисус Христос в Откровении Иоанна Богослова говорит, что «я Альфа и Омега», «я начало и конец». То есть Он благоволил Себя назвать первой и последней буквой греческого алфавита. Если это касается греческого алфавита, то тем более это касается еврейского алфавита, на котором сам Христос на земле читал святые книги, и от них брал эти святые слова и прочее. Поэтому между первой и последней буквой помещается вся Вселенная. Когда-нибудь Бог даст, мы поговорим с вами про Псалом 33, и я попытаюсь вам показать, что на нем можно построить всю свою жизнь. Вот благословлю Господу на всякое время. Постоянно мы поем его на всеночной, на литургии. На нем его одного хватит. Его плюс, помилуй меня Божий, плюс Отче наш. Можно вообще всю жизнь построить на нем, потому что там все есть. Тем более Псалом Великий, Псалом 118, там тоже такая же структура, то есть 22 буквы, только там не по одному стиху на каждую букву, а по 8 стихов на каждую букву. То есть 8 умножить на 22, у нас получится 176 стихов, там столько и есть. 176 стихов. По 8 стихов на каждую букву, и каждая восьмерка стихов начинает с одной и той же буквы. С алефа начинаются первые 8, с бета начинаются следующие 8 и так далее. Это тоже очень важно, потому что 8 – это цифра, обозначающая вечность. Среди всех цифр, которые есть, нет ни одной цифры, которая бы на что-то духовное не указывала. Вот, например, шестерка означает, что я хочу все, кроме Бога. Это 6. А семерка означает, что я хочу все и Бога. А восьмерка означает, что я хочу просто Бога. То есть хочу другую жизнь. И вот 8 стихов на 22 умножить на 22 буквы – это есть Псалом 118. Когда-то, знаете, Блаженный Августин, есть такое предание о нем, что он как-то вот сильно бил, над этим псалмом там прям бился, чтобы понимать его, чтобы любить его. И он говорит, там так-то просил Господа, чтобы Бог ему открыл. И Бог ему во сне кто-то явил такое видение, такое дерево, на котором 22 ветки. Вот так вот ствол, и так по 11 веток с каждой стороны, и на каждой ветке по 8 плодов. Говорит, вот твой псалом, то есть там каждый стих – это вкусно, и это все, чтобы спастись человеку. Значит, чтобы вы знали, что этот псалом – это самый читаемый псалом монаши стоящих, потому что Псалом 118 представляет из себя полуночницу вседневную. Когда монахи просто поднимаются со своих кроватей деревянных, дай Бог, чтобы у всех монахов были деревянные кровати, когда они поднимаются с их деревянных кроватей, то они идут в храм, продирают свои монашеские зенки и идут в храм. Ран там в 5 часов, в 6 часов, ну, когда, где какой устав. И начинают читать полуночницу. Блаженно непорочнее в путь. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, потому что в субботу читается кофизма 9-ая, а в воскресенье поются специальные троичные песни, которые мы с вами поем на литургию вот в обычное время, кроме поста, стихи Григория Синаита. Достойно есть у кого истину, положите тебе Богослово. Красивейшие вещи такие его, значит. Так вот, даже один какой-то старец сказал, что такое монашество. Это кислая капуста и 17 акафизма. Вот тебе и все монашество. Понимаете? То есть ты каждый день жуешь этот 118-й псалом, потому что он там положен. И ты мясо не ешь, телевизор не смотришь, а ты ешь кислую капусту и спишь на деревянных досках. Это, в принципе, уже очень похоже на настоящее монашество. Значит, вот мы с вами еще должны вот что забыть, что евреи читали этот псалом, когда шли в Иерусалим в храм, потому что храм был у них один. На весь еврейский народ, ну, не такая большая земля Израиля. Многие, наверное, были в Израиле. Она небольшая. А ну-ка попробуй, например, доедь, скажем, там, с Хеврона в Иерусалим или с Капернаума в Иерусалим. Ну, это может занять у тебя много времени в зависимости от времени года, от пробок. А пешком дойди, например, из Капернаума или с какого-нибудь другого городишки, из той же Каны Галилейской в Иерусалим. Пару суток нужно топать. Молодому, может быть, двое суток, а старшему человеку уже и трое, и четверо суток. Вот когда они шли в Иерусалим, они читали наизусть псалом «Блаженно непорочнее в путь, ходящий в законе». Они не шли в храм, а заметьте себе, храм один, народ большой, и Господь сказал, что каждый мужчина должен появиться в храме три раза в год, там называются праздники, а если не будет появляться три раза в год в храме Божием, то надо идти пешком, это же не на машине ехать. Значит, то имя его истребится из книги жизни, он пропадет. И он, и дети его, они не имеют смысла, они ничего не значат. Поэтому они ходили, а чтобы идти в храм Божий, нужно идти и по дороге читать Божие Слово. И они, может быть, кто-то книжку читал, а все по памяти, по памяти, блаженно непорочные в пути, шли и по памяти его читали. Поэтому мы читаем Псалом 118 на заупокойном богослужении, потому что мы отправляем душу человека в небесный Иерусалим. И он, может быть, при жизни не читал никогда этого Псалма, такое бывает очень часто, потому что мы хороним всяких людей. Крестили в детстве, ну и все. А потом он помер, он, она, и мы его отправляем уже в другой мир, молитвой сопровождаем его. И там должен читаться Псалом 118, потому что он идет в великое последнее паломничество. Он идет, душа идет в небесный Иерусалим к Господу и Царю, и там Господь и Царь скажут, ну, привет, все, у тебя все. Ну и там уже дальше там скажут, молодец, раб благий и верный, там в ниде в радость Господа своего. Есть такие слова в Евангелии? Добре, рабе, благие и верные, в ниде, в радость Господа твоего. А есть другие слова, вы должны знать их тоже. Возьмите у него талант, дайте тому, кто есть 10 талантов, а этого вредного раба, короче, непотребного, свяжите руки, ноги, киньте его подальше куда-нибудь. То есть там всякое есть. Вот он путешествует, поэтому мы на заупокойном богослужении должны его читать. Мы сегодня впервые в истории нашего прихода, повторяю, прочли его вместе, одними устами, одним сердцем. Я бы хотел, чтобы было много людей на богослужении, гораздо больше, чем сейчас есть. И чтобы мы в следующий раз еще раз прочитали, потом еще раз прочитали. А потом мы будем с вами, если доживем, даст Бог, до Великой Пятницы Страстной, там будет погребение Господа Иисуса Христа совершаться, служба такая целая. И там тоже читается Псалом. И тоже хорошо было бы, чтобы люди его пели, чтобы люди его читали, чтобы не просто там стоял поп, там как бы, и жевал, у кого хорошо слышно, что он скажет, а у кого ничего не слышно. И, конечно, нужно это прекращать, нужно, чтобы все понимали, что мы читаем. И вот, когда мы доживем до Страстной недели, дай Боже, тогда мы тоже будем брать в руки эту Псалтирю и с нее тоже петь все вместе 17-ю кофизму. И когда Божьей Матери погребение празднуется в некоторых приходах, там целая служба такая, погребение Богородицы, тоже поется 17-я кофизма. Вообще, на похоронах поется 17-я кофизма. Поется 17-я кофизма. Потому что мы отправляем человека в последнее великое путешествие в небесный Иерусалим Господу Иисусу Христу. Так церковь понимает это. И люди раньше знали его. Допустим, вот в одной книжке там Лавсаик, такая книжка из Лавсаик про всяких монахов египетских. Допустим, собирались три монаха, три-четыре монаха идти, например, к какому-нибудь там великому, допустим, к Антонию Великому. Вот они собрались, говорят, а сколько там будет дороги там? Ну, может быть, сутки, может... Да нет, сутки менее, но это мало. Там три-четыре дня она же будет идти. И через пустыню там и так далее набрали воды, набрали там что-то там, какие-то сухарей там и пошли. И что они делали, когда они шли? Один монах, вот они идут, допустим, четыре человека идут по пустыне, вот солнце палит, они идут, и один читает Псалом 118-й. Наизусть, весь. Он... Все слушают, все идут и слушают. Он читает. Он закончил. Потом он говорит, кто из вас что-нибудь еще знает наизусть, ну, кроме отчинаш? Один говорит, я знаю наизусть послание апостола Павла к римлянам. О, читай. И вот они идут, а он читает послание апостола Павла к римлянам. Там есть что читать. Там на час, на два, на три часа работы. Он читает, а не слушает. Там кто еще знает? Я знаю наизусть Евангелие от Матфея. Все? Не, не все. Ну, две трети. Глав 20 знаю. Читай. Они идут и читают. То есть люди так паломничали раньше. Такие бы раньше были паломники. И знали наизусть очень много. А сегодня как бы этого нету, потому что мы об этом не думали. Нам даже никто не говорил, что так нужно. А так нужно. А что у нас? Вот любые нейрофизиологи говорят, что у нас наши мозги несчастные, эти заплесневевшие, они работают на 2-3 процента. То есть наши мозги вдруг начнут работать на 5-7-15-25 процентов, то у нас тут будет Эйнштейн на каждом шагу. Это будет как бы просто фонтан. Но нет, нету Эйнштейнов. Менделеевых нет, много других, потому что у нас мозги заплесневели. И мы не работаем над собой. А вот Церковь Святая, только она одна. Она говорит, давай работай. Работай, говорит, да я уже старый. Работай. Да я там слабый, я больной. Работай. Кто бы ты ни был, работай. Да я уже лежу, уже встать не могу. Все равно работай. То есть Церковь всем говорит, работай. Работай сейчас. Потом будет поздно. Вот не заработаешь себе ничего у Господа. Ну и даром ты родился, это человечество. Есть же такое, тоже сказано в Слове Божьем, такое, что о чем родился вообще? Лучше бы ему даже и не родиться. Работать надо, друзья мои, работать надо над собой. И над жизнью своей, и над Словом Божиим. Поэтому вот мы сегодня с вами говорим про Псалом 118. Блаженны, непорочные в пути, ходящие в законе Господне. Читайте и его, и другое читайте. А если мы проживем еще недельку, даст Бог, до следующей, вот пятницы вечер, то мы опять должны собраться вместе в пять часов, опять Псалтири свои взять и опять вместе почитать его. И пусть уже будет больше людей. Сегодня, скажем, там 30 людей, там 25, пусть будет там 50, там 75, а потом еще больше людей, там пусть будет 120, 140, 150, 250, да хоть 2500. Пожалуйста, собираемся вместе и читаем Слово Божие, оно уходит вверх, понимаешь, как это самое, как ракета с космонавтом. Господь получает от нас посылки с Земли, мы поднимаем к Нему свои просьбы. А когда вы будете понимать все это, то вообще будет для вас рай наступит. Вы просто говорите, Боже, как хорошо. Я читаю языком, там, бывает так, язык читает, мозги не понимают, потом язык читает, мозги поняли, потом язык читает, мозги поняли, вдруг сердце хорошо. О, все, класс. Вот оно к чему все. Язык читает, мозги поняли, сердце хорошо, потекла слеза, на душе добренькая, все, значит, уже ни на кого не злишься, никого не осуждаешь, никого не обижаешь, и хочешь молиться, 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 и понимаешь, что такое рай. Рай – это молитва. Нету рая без молитвы. Рай без молитвы – это курорт. не создавал господь нам создал рай молитвы где молитва там рай где рай там молитва все остальное это санаторий для парализованных духовных поэтому вот мы идем в рай мы не идем санаторий мы идем в рай с молитвой христос да упокоит души почивших своих рабов и нас да упокоит христос когда мы умрем тоже и приложимся к почившим этим божиим рабам кто-нибудь должен будет молиться за нас тоже вот ну а пока мы живы на этой земле и в этом теле как бы то будем делать то что можем и будь что будет делай что можешь и будь что будет господь царь слава отцу и сыну и святому духу сейчас и всегда и во веки веков аминь спасибо за молитвы христос да хранит вас и он же да упокоит всех ваших почивших сродников до 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 там 3 4 и дальше колени аминь и богу слава